На пересечении физкультурной проспекта Кирова рабочие демонтируют старый трубопровод. В последний раз трубы здесь меняли 25 лет назад. Тогда применяли технологию так называемой предизолированной, то есть многослойной трубы. Она лучше сохраняет тепло. Сейчас технологии усовершенствовали и срок службы предизолированной теплосети увеличился вдвое. Здесь подрядчик заменит более полукилометра сети. На выездном совещании глава города Елена Лапушкина выясняет, укладывается ли подрядчик в график. У вас по графику вы когда заканчиваете? По плану у нас было, да, действительно, 600 метров по плану графика до 10 сентября. Мы идем этапами. Здесь ключевое – обеспечить горячей водой потребителей. Не всегда получается полностью, если мы полностью встроим, мы будем несколько месяцев без ГВС держать. Поэтому задача была поэтапна. Следующий этап ремонта – монтаж канала тепловых камер, после чего здесь установят новый трубопровод. Затем благоустроят территорию. Полностью завершить ремонт сетей на этом участке подрядчик должен до 10 сентября. Ежегодно в летний период ресурсоставляющая организация проводит ремонт и модернизацию сетей перед стартом следующего отопительного сезона. В этом году техническое перевооружение и ремонт будут вестись на 15 участках тепловых сетей протяженностью 5132 метра. В последние годы объемы перекладки здесь наращиваются. Так, в 2019 году протяженность ремонтных работ составила 4500 метров. В настоящее время работы ведутся на шести объектах на улицах Гастелло, Ульяновская, Блюхера, Рабочая и два участка на улице Физкультурной. Мы совершенно точно успеем провести все ремонтные работы, все запланированные перекладки теплоотрассы в тот срок. Убеждена, что у нас проблем с подключением отопления в этом году не будет. Информация об отключении горячей воды заблаговременно публикуется на сайтах ресурсоставляющих организаций. Олег Зверев, Елена Малютина, Василий Колдашов, Константин Головин. События.